И продолжим мы наш эфир с следующим нашим гостем. Это Павел Лисианский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел, спасибо, что присоединились к нашему разговору. И, конечно же, первое, что хотелось бы у вас спросить, это тема детей, которую мы с вами детально обсуждаем при каждой нашей встрече в эфире. Хотелось бы узнать, что на данный момент, какая последняя зафиксированная цифра есть, которую можно было бы озвучить в эфире. Ну, смотрите, как всегда, есть две цифры, официальная и неофициальная. Ирина Верещук недавно говорила в прессе, заявляла о том, что уже 19 тысяч, ну, там, 19, более 19 тысяч зафиксированы цифры по принудительно депортированным детям, те, что зафиксировали. Ну, вот вы видите тенденцию. Вот, чем больше мы, как бы, говорим о ней, да, вот, в ваших эфирах, там, журналисты больше об этом сообщают, тем больше эта цифра растет. Давайте вспомним декабрь, вот, начало декабря 2022 года. Тогда была цифра 11 тысяч, да, если меня не изменяет память. А, как бы, чем больше об этой проблеме заявляешь, тем больше, вот, люди понимают, что можно вернуть своего ребенка, обращаются к государственным органам, и система начинает работать. Вот, поэтому, как бы, вот, цифра 19 тысяч, это официально, да, там, ну, может, чуть-чуть больше, там, с копейками, точно не помню. Вот, но, по нашей информации, вот, сегодня моя коллега Вера Ястребова проводила брифинг по, она сейчас проводит еженедельный брифинг в медиа-центре по нарушению прав человека на оккупированных территориях. И вот она во время этого брифинга заявляла, что продолжена медицинская фильтрация. В каждой школе, в каждом населенном пункте оккупанты проводят эту медицинскую фильтрацию для того, чтобы потом использовать эти данные, полученные, да, для того, чтобы в дальнейшем депортировать детей. Депортацию детей они, конечно, испугались, вот, вот, орден анализ Путина, Марии Львовой-Беловой, вот, ее многие называют детским, там, омбудсменом, ну, у меня язык не поворачивается, назвать ее детским омбудсменом. Это адвокат режима, пособник режима, адвокат режима Путина, да, вот. Скорее, это прокурор, полномоченный прокурор по нарушению прав детей, вот так бы я ее назвал, но это будет справедливо по ее деятельности. Так вот, они будут прикрываться тем, что сейчас они принудительно оформляют паспорта детям на оккупированных территориях с 14 лет, да, пишут за них заявления и передают их в миграционную службу оккупационных администраций, вот, и таким образом потом будут прикрываться, это нам уже сказали наши источники оттуда, мы спросили, зачем они говорят, ну, они таким образом надеются прикрыться, что, мол, мы переселяем наших граждан Российской Федерации. Но я хочу напомнить, что ни одно национальное законодательство одной страны не может запретить или как-то упростить получение отказа гражданства совершенно другой страны. Национальное законодательство, я сейчас говорю про Российскую Федерацию, может регулировать только свои внутренние законы и никак не касается на законы соседних стран, других стран и тому подобное. Поэтому все, что они делают, это, естественно, дополнительный показатель того, что они виновны, что они пытаются замести свои следы. И я уверен, что это им не поможет, и все равно всех догонят за слезы наших детей, слезы их родственников. И я думаю, что все виновные, вот, всех виновных настигнет возмездие. Ну, не получается у них, Павел, доказать, что они невиновны, и замести следы. Об этом говорит только вот сегодняшнее решение, очень важное в этом вопросе, ОБСЕ, о нем сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, о том, что 45 стран, глав, членов ОБСЕ инициировали расследование относительно вывезения украинских детей из закупывающих территорий. Как вы оцениваете такой сигнал ОБСЕ? Это поможет нам вернуть как можно больше детей? Мы же сейчас вернули только около 300, правильно я говорю? Вы правильно говорите, но еще раз говорю, да, что до этого были случаи возвращения детей, которые там где-то не фиксировались. Поэтому, ну, как знаете, громкие дела делаются в тишине. Неоднократно говорил наш верхонаголовный командующий, президент Владимир Безеленский. Да, и, соответственно, мы и дальше будем возвращать наших детей. И обратите внимание, что тенденция идет к тому, как только в информационном плане больше с этой темой работаешь, сразу появляются какие-то результаты. С точки зрения того, что сказал Андрей Борисович Ермак, естественно, это поможет. Любое заявление международной организации, любой, да, ОБСЕ – это очень серьезная, влиятельная организация. Поэтому нам необходимо дальше собирать союзников по этой теме. То, что касается, вы говорите, у России не получится заместить следы, а мы же, вот видите, наперед сразу пытаемся вот разведать и с помощью вас проинформировать, для того, чтобы сразу все понимали, чтобы сразу доносили информацию там политике, дипломатам, дипломаты доносили до своих национальных правительств, тех, кто поддерживает Украину, наших международных партнеров, что смотрите, они не только детей депортируют, они вот перед депортацией, перед депортацией еще хотят сломать украинскую идентичность, заставить детей отказаться от украинского гражданства сразу. Да, это необходимо для того, мы это делаем наперед, чтобы сразу упредить, и чтобы у ответственности еще больше усилилось. Потому что если они это делают, значит, они сюда привлекают так называемую миграционную службу и МВД Российской Федерации. То есть уже против этой когорты, уже против этой когорты необходимо вводить санкции Европейского Союза, США, в розыски объявлять за такие массовые преступления. Поэтому вот такие коллективные действия приводят к результату. Ну вот казалось бы, да, все равно находятся люди, которые продолжают это делать. Воровать детей, русифицировать их, делать вид, что дети сами, хотя не имеют права по закону даже, да, отказываться от гражданства, принимать какое-то гражданство, у них еще несовершеннолетний возраст. После ордеров этой Беловой, как ее там, Львовой, Львовой-Беловой и самому Путину, неужели они до сих пор не понимают, что следующие ордера им выпишут просто под копирочку? Они испугались. Понимаете, они испугались, и это видно, по информационной политике, по их действиям там. Мы-то надслеживаем там на местах, в детских домах какая риторика поменялась, как на них начали смотреть их подчиненные, как детские омбудсмены в республиках уже так стали, ну скажем так, с осторожностью выполнять то, что они говорят. Это все есть. Но вы правы абсолютно, что они все равно и дальше продолжают это делать. Что вот они вот чуть-чуть испугались, понимаете, и дальше у них вот чуть-чуть они там промолчали, и дальше там начинают уничтожать украинское, пытаться, чтобы дети отказались от украинского гражданства. Так нам рассказывают, там дети плачут, но не отказываются. Не отказываются от украинского гражданства. То есть и они, вот почему же я сказал в начале эфира, за них пишут, потому что дети писать не хотят. И понимаете, они с этим ничего сделать не могут. Дети не хотят писать. И поэтому они заставляют администрации школ, в которых ходят дети, чтобы они за них писали. Кто там будет эту граффологическую экспертизу писать. Но уже сейчас эти детки, которые живут в оккупации, они уже борются за, отстаивают Украину даже тем, что они не отказываются, они хотят говорить, мы не хотим и не боятся этих оккупантов. А то, что касается, как вы говорите, они все равно продолжают это делать. Ну, знаете, вот много есть разной литературы написано и фильмов про маньяков. Вот было много случаев, когда вот маньяк что-то там чуть не попался и на какое-то время приостановил свою деятельность. А потом опять начал. Да, это я о диктаторе Путине. Да, вот 2014 год, аннексия Крыма, приостановил Донбасс, а потом дальше. Вот точно так и с детьми. Вот сейчас их это приостановило, да, буквально там на несколько мгновений. И опять. А это показывает для наших международных партёров и для нас в том числе, что тут необходимо принимать самые жёсткие меры. И весь мир нас в этих действиях поддержит. Потому что это преступление против детей. Сегодня они это делают с Украиной. Завтра могут сделать с Казахстаном, с северной её частью. Там, где сейчас они во время военной агрессии России активизировали деятельность фонда «Русский мир» и русских центров. И продвигают там идеологию русского мира вот сейчас, во время военной агрессии против Украины. Поэтому тут необходимо солидаризироваться всему миру для того, чтобы отбить вот эту гидру, которая просто вот ворует, ломает, пытается уничтожить украинскую идентичность у детей. Потому что этот маньяк, он не остановится, он пойдёт дальше. Павел, вот мы очень видим картинки, когда оккупанты на камеры берут детей. Они такие аккуратные, вежливые, улыбчивые. Но потом мы слышим свидетельства тех детей, которые вернулись из этого плена. И рассказывают о том, что их били, что их над ними издевались. Какие ещё факты сейчас зафиксированы относительно детей и преступлений Российской Федерации против украинских детей? Тотальное идеологическое образование детей на временно оккупированных территориях. Они фактически на оккупированных территориях пытаются создать, навязать детям идеологию вражды, идеологию ненависти. Мы с коллегами две недели назад презентовали отчёт об идеологическом воспитании детей на временно оккупированных территориях. Так вот, мы там подробно даже привели методички, по которым учат этих детей. И вместе с идеологией они плавно оккупанты, начиная с семи лет, с семи лет начинают детям в руки вкладывать оружие. Ни воздушки, ни ещё, настоящее оружие. С восьми вывозят на полигоны стрелять. Девочки в восьмилетнем возрасте, они учатся ставить растяжки. То есть это огромное и глобальное преступление, это фактически втягивание детей в войну. И весь мир должен задуматься, зачем это делает Российская Федерация сейчас. Фактически, фактически, диктаторский режим Кремля говорит, вот мы вам дали идеологию, сказали как было. Хотя там вся идеология, мы вот разбирались в этом отчёте, мы последовательно показываем, где там исторические фейки. Фактически, они с идеологией дают в руки оружие детям и говорят, вот там ваши враги, в сторону Украины, Парижа, Лондона, Вашингтона, других европейских столиц. И говорят, вот там ваши враги, идите и убивайте. Это они сейчас делают, это сейчас они делают. С одной лишь только целью, чтобы создать в будущем поколение идеологически направленное против всех. Против Украины, против всего международного сообщества. Это им необходимо, потому что сейчас, сейчас в этой оккупационной армии воюют те, кто вырос в 80-х, 90-х, 2000-е. Тогда не было такой идеологической обработки. А сейчас оккупанты именно хотят создать такое вот идеологическое подспорье для того, чтобы повторить военную агрессию в будущем. По крайней мере, такой вывод сделали наши аналитики. Если вы прочитаете этот отчёт, у вас тоже создастся такое мнение, потому что мы фактически, по фактам, это всё показываем. И это вот одно из самых величайших преступлений, может быть второе, после принудительной депортации детей. Потому что они уже сейчас забирают, крадут у детей будущее. И вместо компьютера, книжки или другого предмета, там, как бы мог реализоваться ребёнок, они вкладывают в руки автомат. Фактически они уже сейчас обрекают их на смерть, вот вкладывая в их голову идеологию вражды и ненависти. Верим в наши вооружённые силы Украины и в то, что они не дадут много времени российским захватчикам на перепрошивку наших детей. Мы сможем в ближайшее время вернуть их домой и, в общем-то, окружить их любовью и защитой и заботой. Спасибо вам огромное, Павел, за это интервью. Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности, присоединялся к нашему эфиру.